Красота спасет мир. Но какая красота? Красота природы или человека? Оказывается, это зависит от того, кто смотрит на прекрасное. Мы как-то шли по улице с портретистом, и он реагирует на людей. Я на людей не реагирую. Я реагирую на пейзаж. Мне это было интересно. Может быть, любой самый неинтересный пейзаж, но может быть, состояние. Вот, например, вот этот пейзаж взять, тут ничего нет, но состояние в природе красивое. Вот можно пейзаж начать из-за какой-то просто одного деревца или одной какой-то веточки или облачки. Из-за облачка можно начать какой-то пейзаж. Все картины на этой выставке – это не просто отражение реальности или взгляд художника на этот мир. Это целая история жизни. Я работал в музее, директором сначала, потом заведующим передвижных выставок, и занимался организацией выставок в районах Башкирии. Ну, я брал с собой инструменты, холст, истины, краски, и осваивал таким образом Башкирию. То есть я объехал Башкирию по несколько раз во в каждом районе. И таким образом у меня сложилось какое-то представление о Башкирии, и Башкирия стала моим родным краем, как бы сказать, моя родина, которую я знаю, которую я полюбил. Творчество Владимира Алексеевича знают и любят многие, ведь его картины уже сейчас изучают в школьной программе. И с творчеством этого художника мы знакомы, потому что изучаем предмет историю культуры Башкортостана. Там есть специальная глава «Живопись Башкортостана». И поэтому мы стараемся с ребятами встречаться с теми художниками, которые сейчас живы, которые сейчас работают, творят, пишут картины. И поэтому вот сегодняшнее наше посещение, оно тоже было запланировано, потому что мы знали, что здесь будет выставка художника Панченко. И мы пришли специально посмотреть на какие-то, может быть, новые работы, новые картины, потому что мы это изучаем в школе. И всегда изучать, одно дело читать книги, учебники, другое дело смотреть уже реальные картины и видеть самого живого художника. Потому что вот это именно запомнится ребятам на всю жизнь. Посмотреть на картины Владимира Панченко и изучить по ним красоты родного края вы можете в музее Аксакова до середины апреля. Анастасия Шишко, Андрей Лосыгин, Телеканал ЮТВ.